итак новая рубрика на моем канале новости linux надеюсь еженедельные я хотел было назвать ее linux панорамой или вроде того но подумал что ежели человек захочет узнать новости про linux и вобьет этот поиск то ему выдадут что угодно но только не мою программу поэтому новости linux как обычно что касается и других передач на моем канале я освещаю что-то не для галочки а что мне самому интересно сегодня коснусь недавнего кипиша с разработкой ядра linux когда исследователи из американского университета миннесоты вот видите какой радостный у них сайт так вот они посылали разработчикам ядра linux патчи якобы с исправлениями а на деле вносили в код уязвимости все это с одобрения университетского начальства ради написания исследования под названием о возможности незаметного внедрения уязвимости в программное обеспечение с открытым кодом посредством подставных коммитов вышла работа за подписью профессора канджилу и куище ву что и как именно внедряли в ядро исследователи предлагаемые ими патчи были небольшими и якобы исправляли небольшую ошибку однако на деле вносили более критическую уязвимость например плюсом отмечено добавленная исследователями строка если память под поинтер бит не выделена раньше был выход из функции а теперь освобождается память на которую указывает поинтер a но поинтер a на деле указывает на память выделенную под поинтер c который используется в дальнейшем после проверки поинтера b на 0 исследование выполнялась как сказано в конце статьи на гранты national science foundation не хилые такие гранты по 500 тысяч долларов выполнялся заказ под руководством доктора индражит рей из колорадо state university у разработчиков ядра linux открылись глаза после патчи студента один тип парке действующего под руководством того же профессора лу уже после завершения упомянутой исследовательской работы один тип парки продолжал слать ведро подставные патчи якобы созданные уже в рамках работы над новым статическим анализатором кода подстава была уже настолько очевидной что разработчики заподозрили неладное и затем от грега кроа хардмана мейнтейнера стабильной ветки ядра последовало публичное в списке рассылки разработчиков ядра разоблачение одите и профессора грег уже был знаком с оплаченным грантами трудом одите паки однако продолжал упорствовать и писал что я с уважением прошу вас прекратить и воздерживаться диких обвинений которые граничат с клеветой и вел свою линию про статический анализатор который то и создает посылаемые патчи выявляя ошибки в исходнике ядра на что грег отвечал вы и ваша группа публично признала что посылала заведомо глючные патчи чтобы посмотреть на реакцию сообщества разработчиков ядра и опубликовали статью исследования основанная на этом теперь вы посылаете новую серию явно неправильных патчи так что вы предполагаете я должен об этом думать далее грег пояснял почему патчи не созданы никаким анализатором и под конец сообщил что впредь никакие патчи от университета миннесоты приниматься не будут а университетские люди забаниваются однако позже выяснилось что глючные патчи заслались также с адресов gmail левых аккаунтов теперь разработчикам предстояло вытащить из исходника ядра весь внесенный патчами глючный код который уже успел однако попасть в стабильные ветки ядра профессора лу и студента разместили на университетском сайте разместили на университетском сайте открытое письмо где утверждали что посланы были всего три намеренно ошибочных патча и разработчики ядра их отвергли процессе обсуждения а вот 190 других патчей не касались исследований и были настоящими исправлениями ошибок их эти 190 патчи выкорчевывать из ядра не следует и что последний патчи от одите тоже мирные настоящие патчи профессор и студенты приносили извинения разработчикам ядра что задали им столько работы по чистке кода и выразили надежду что в будущем еще много помогут в трудах чтобы восстановить к себе доверие спустя два дня 26 апреля профессор и студенты подали заявление на отзыв своей исследовательской работой интересно вернут ли они миллион долларов двух грантов еще через день 27 выложили свое 16 страничное исследование на гитхаб 16 страниц за миллион долларов карл тот же день университет миннесоты официально обратился к linux foundation письмо их вкратце можно пересказать простите такое больше не повторится я намеренно не отзывался на эти события чтобы не разгонять но сейчас уже можно ведь что произошло если бы разработчики ядра молча забанили университетчиков и все порешали не возникла бы шумиха а шумиха на этот счет выгодно противникам linux так бы никто не обратил внимание на эти 16 страниц стоимостью в миллион долларов а пошла цепная реакция в том числе по лояльным к сообществу linux ресурсам и теперь все кому не лень могут смеяться над легковерием разработчиков ядра и кивать на научное исследование вот мол как просто внести ошибки в linux и программы с открытым кодом а вот закрытый код проприетарное программное обеспечение это надежно хорошо рассчитанный удар последствии которого можно было избежать сохраняя холодный рассудок хотя когда такая подстава конечно же обидно